Сейчас идет установка кондиционера. Прогладывается на данный момент трасса. Это на первом этаже. И еще на втором этаже два кондишена. Выглядит это следующим образом. Можете посмотреть. Установка стоит 5000 рублей. И если есть штрабление, там тоже нужно будет доплачивать. Сколько, не знаю, сейчас спросим. Можете посмотреть, бур такой. С помощью этого бура пробивается как раз таки стена. Сейчас поднимемся, посмотрим, что там у меня есть. Установщик приехал утром. С 10 утра. А я только подъехал к 6 часам. Так, здесь уже есть. Все, коммуникации вот эти все выведены. Здесь тоже пробили. Но здесь гипсокартон. Я думаю, тут штрабить в принципе не пришлось. И туда пробито. Сейчас вот открою, покажу. Два кондиционера друг на друга установлены. И еще третья комната. Третья комната установили вот здесь. Здесь он уже, как вы видите, пробивал. Вывел это все дело. И проводочек у нас готов. Выладил он с того окна и устанавливал кондиционеры без лестницы. Еще третий мне кондиционер будет устанавливать на верхнем этаже. Вот сюда у меня в кабинет. Это у меня уже будет в городе демонтаж кондишена. Демонтаж сюда. Потому что в городе что-то у меня он так и не пригодился. Ни разу не включал. Так что буду переносить его в дом. Всем здорова. С вами Эдгар. И сейчас я хочу пробежаться посмотреть вместе с вами, что происходит у меня в доме. Недавно я ездил в что-то типа командировочку по работе. И меня не было три дня. За эти три дня ребята здесь уже все зашпаклевали. В общем, какой тут процесс произошел. Как вы видите, гипсокартонная работа в принципе готова. Углы выводили. Шпаклевку делали. Все это дело уже высохло. Вот можно вот так вот посмотреть. Мне уже везде установили, провели под кондиционеры места. Сейчас после этой шпаклевки будем делать стеклохолст. Сейчас покажу. Сегодня заезжал, покупал клей специально по стеклохолст. Все будем, весь дом будем обклеивать им. После этого уже у нас будет... Вот, кстати, сразу покажу. Вот он. Стеклохолст. Паутинка идет. 50 квадратных метров. И под это дело я специально клей купил тоже. Пачка стоит 380 рублей на 25 квадратных метров. Будем с помощью вот этого клея специально под него все обклеивать. Если кто не в курсе, зачем это надо, это чтобы у вас стены не трескались. И не было такого, что там раз какие-то трещины, что-то не так. Потому что я делаю под покраску. Если вы там клеите обои, в принципе, это не надо. Но у меня везде будет, кроме, конечно же, ванн, будут стены покрашены. Просто поэтому нужно обязательно это делать. Иначе потом будет не очень хорошо. И вот когда вот эту паутинку мы проклеим, как обои, что-то типа того, потом уже идет вот эта шпаклевка полимерная. Это финишное выравнивание. Супер белая гладкая поверхность. Вот, Акстон фирма. 25 килограмм и идет до 96 квадратных метров. Вот такое вот количество. Это у меня на 115 квадратный двухэтажный дом. Если вдруг не хватит, ну, докупим там мешок два. В принципе, должно хватить. Кабинет у меня уже готов. Вот, смотрите, все это дело готово. Тоже ждет вот эту паутиночку. Все, здесь у меня все отлично. Так же вот под кондиционер все сделали. Выведено заранее. В детской комнате такая же история. Под кондишен все есть. Тоже паутиночка. Все обходим. Здесь я не буду делать никаких натяжных потолков, потому что они нафиг не нужны. Мне натяжные потолки не нравятся. И вам тоже советую делать лучше гипсокартоном. Тем более, когда еще низкие потолки идут, да? Здесь у меня второй этаж, скос идет. И тут будут детские кровати, они встают и будут тыкаться в этот натяжной потолок. Это все болтается. В общем, плюс вот этот натяжной потолок непонятно из чего вообще сделан. Какая-то резина там. При возможности разница в цене, вот, кстати, небольшая. Даже если вдруг гипсач выйдет дороже, даже если. Я, если честно, не считал. Но примерно получается одно и то же. При этом гипсокартон четко, жестко, как бы занимает свою позицию и все. И забыли про это. А вот это все барахтание. Это все несерьезно. Поэтому у меня весь дом, можете заметить, весь, везде, где есть вопрос закрытия, везде идет влагостойкий гипсокартон 12,5 мм. Есть гипсач не влагостойкий, есть тоньше. Тоже на этом я вам не рекомендую экономить. Берите обязательно влагостойкий в любом случае. Без этого вообще никак. И потолще, чтобы он был. Один момент. Это, во-первых, шумоизоляция. Ну, как ни крути, и шума меньше будет. Во-вторых, это уже жесткость. И плюс, когда вы туда вкручиваете вот этот, как его там, саморез, он у вас четко будет держать позицию. Я люблю, когда все четко. Мне не нравится, когда что-то барахтается, все там шатается. Все должно быть четко. Вот. На сейчас вот это так. Давайте посмотрим еще, что у меня там с первым этажом. Подоконники тут. Весь этот процесс тоже все заштукатурили. В общем, выровняли. Все ровненько. Можете посмотреть здесь все выровнено. Вот стены. Только будет это все дело потом шпаклеваться финишной. Тут тоже все готово. Здесь. Это у меня здесь прихожая идет. Вот у этого я показывал. Втопили по электрике вот эти блоки. Вот можете посмотреть. Здесь тоже все уже закрылось. Все ровненько. Такие вот моменты, ребята. Ну и последнюю комнату еще покажу. Это гостиная с кухней. Тоже все готово. В общем, смотрите дальше.